что такое допинг в наше время к сожалению знают все своей передаче мы решили поговорить об истории возникновения слова допинг и рассказать о том как стимулировали себя перед поединками люди в прошлом так откуда же пришло это слово тут мнение ученых разделились одни уверены что так некоторые племена африки называли возбуждающую смесь растительных веществ которые они применяли для проведения различных обрядов согласно другой версии допинг это цыганский табак семенами травы дурман которым они угощали людей перед ограблением впервые в европе это слово стали употреблять англичане в конце 19 века так называли наркотики которые давали лошадям перед скачками а позднее эту смесь стали давать и гончим собакам в более древние так сказать времена тоже принимали стимулирующие вещества хотя слова допинг к ним не применялось кто-то пил вино с порошком из копыт скакуна или носорожьего рога кто-то ел сушеные фигги кунжут кто-то жевал листья коки а некоторые баловались мухоморами даже чеснок считался сильнейшим стимулятор если же состязания проходили с участием лошадей то их для скорости поили медовой водой но с развития медицины и фармацевтики появились все новые и новые виды допинг например сначала 19 века до середины двадцатых годов спортсмены массово употребляли смесь кокаина кофеина стряхнина и героина как это ни странно но свой вклад внедрения допинга в спорт внесла вторая мировая война дело в том что медики смогли разработать препараты которые повышали физическую выносливость солдат перед боевыми действия война закончилась но некоторые ушлые спортсмены решили что то что годится военным подойдет и им в середине двадцатого века широкое распространение приобрели анаболики помогающие наращивать мышечную массу концу прошлого века было доказано что почти все тяжелоатлеты побеждали при помощи допинга стрелки из лука нередко принимают те же вещества что и хирурги перед длительными операциями дабы у них не дрожали руки в 90-е годы прошлого века стали замораживать кровь взятую у спортсменов а затем вливать им ее накануне соревнований эта манипуляция улучшала циркуляцию крови в организме тем самым повышая выносливость и главное никаких следов запрещенных препаратов история показывает что иной раз в результате применения допинга спортсмен получал не победу а преждевременную смерть первый летальный случай от допинга произошел в одна тысяча девятьсот шестидесятом году с датским велогонщиком кнутом йенсеном второй в шестьдесят седьмом во время гонки tour de france с британским велосипедистом томом симпсон в обоих случаях смерть наступила от амфетамина известен случай когда в 90-х около 20 спортсменов европы погибла из-за эритропоэтина много смертей происходит из-за употребления анаболиков допинг-контроль есть на всех соревнованиях и если результат оказывается положительным тогда спортсмену грозит от двух лет дисквалификации до пожизненного отстранения участия в соревнованиях дисквалификация позор ну и наконец смерть стоит ли победа такой цены